Вторая лига наравне с первой приближается к логическому завершению. Текущие лидеры еще не обеспечили себе досрочную победу в дивизионах, а в борьбе за стыки происходят невероятные результаты. О самых интересных мы вам расскажем далее. Одним из первых на Будапештской улице проводили свои матчи и сиди дома. Первая игра против Спайса прошла в достаточно равной борьбе, но на перерыв авиаторы ушли с минимальным перевесом в счете. Поймав кураж, домоседы смогли после перерыва сравнять счет, но сразу же вернулись в роль отстающих после первой же атаки Спайса. Давление на ворота соперника желанных плодов не принесло, а соперник в очередной раз наказал за плохую реализацию. Итог 4-3 в пользу Спайса. Один не набрал на первый матч против Спайса состав и столкнулся с аналогичной проблемой во второй не состоявшейся игре против Холкс. В итоге те и другие получили 3 очка в подарок. Второй матч сиди дома против Инженера складывался еще более веселым образом. Домоседы горели по ходу первого тайма 0-5, но затем их соперники проявили расслабленность, за что поплатили с тремя пропущенными мячами до перерыва. Давление на их ворота продолжилось и в начале второго тайма. Усилий Ильи Белякова хватило для того, чтобы сравнять счет и подарить надежду на более благоприятный всход. На усталость после первой игры ряд ошибок в защите негативно отразились на них, а Инженер просто взял и добил соперника, нанеся тому второе поражение 5-8. Еще одна техническая победа была зафиксирована на этом поле. Чакапай окончательно упал духом и не собрал состав на матч против Бастерс, подарив тем очки и надежду на борьбу за стыки. Далее свои матчи проводил БСТУ, первая встреча с БЕП началась далеко не за здравие. Балтийцей в первые 10 минут отправили 3 мяча, но усилия Андрея Вишнякова и Леша Жексовгун его хватило для того, чтобы к перерыву зафиксировать равенство в счете. Вплоть до середины таймы команды боролись на равных за победу, но концовка осталась за игроками БЕП. В следующем матче БСТУ предстояла непростая задача остановить Аргон. В первом тайме задача была провалена с треском и политехники в качестве наказания оформили 5 безответных голов. Не изменилась ситуация во втором тайме, хотя парни из Уинмеха нашли кличку ротом соперника. Но когда забивали они, то у Аргона находился резкий и дерзкий ответ, и в итоге серия из побед достигла отметки в 11 матчей, а итоговый счет 11-4.